Привет, друзья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и распространяйте видео, ссылка на телеграм в описании. 70-летний Дэвид рассказал ютуб-каналу Love Don't Judge, что познакомился с 28-летней Джеки на сайте онлайн-знакомств, когда он путешествовал по Филиппинам и ее родной стране 7 лет назад. Быстро найдя общий язык, пара сходила на несколько свиданий, прежде чем Дэвид вернулся домой в Окленд, штат Калифорния, США. Но не сумев выбросить Джеки из головы, через 3 месяца он прилетел обратно на Филиппины, чтобы пригласить ее на другое свидание. Дэвид удивил Джеки, сделав ей предложение. Визу в Америку она получила примерно через 11 месяцев, когда пара приступила к планированию свадьбы. «Наша свадьба была веселой. Это был лучший день в моей жизни», — сказала Джеки. «Мои родители, мои братья и сестры не смогли бы приехать в Америку. Моя семья меня очень поддерживает, и мои друзья тоже. Я не жалею, что вышла замуж за Дэйва, потому что он действительно хороший человек. Он любит меня, он уважает меня, он самый лучший». Срочно подписывайтесь на наш телеграм, чтобы первыми получить информацию. Когда Джеки утверждает, что не беспокоится об их разнице в возрасте, Дэвид говорит, что волновался о том, что другие подумают об этом. Он сказал, «У меня были опасения, но это было не с моей точки зрения, это было с точки зрения Джеки. Когда я ухаживал за Джеки, то постоянно напоминал ей о разнице в возрасте и напоминал, что старше ее родителей. Я сказал ей, ты уверена, что хочешь пройти через это». И каждый раз, не задумываясь, Джеки отвечала, «Да, хочу». Джеки, работающая в местной аптеке, ежегодно возвращается на Филиппины, чтобы посетить свою семью и предоставить им финансовую поддержку, насколько это возможно. Дэвид добавил, «Я на пенсии. Я плачу большую часть счетов, но у Джеки есть работа, чтобы содержать свою семью». Между сменами на работе Джеки публикует видео о своих отношениях с Дэвидом в ТикТок, присоединяясь к вирусным тенденциям и отвечая на вопросы пользователей. Тем не менее, в результате пара столкнулась с критикой, поскольку пользователи спрашивают, является ли их любовь настоящей. «Многие называют его моим сахарным папой, говорят, что я искательница Гринкард и золотоискатель, но на самом деле меня это не беспокоит, потому что это неправда. Я знаю себя, я знаю, что я не золотоискатель». На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь остроумно всегда с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok